Даже в нашем южном регионе летнюю резину нужно менять на зимнюю. Это элемент безопасности. Мы решили узнать, когда жители Кубани уже начнут перебывать свои авто. Честно говоря, я еще не покупал, даже ее не думал. Да вот как погода установится, более прохладно, градусов 5, чтобы было. Ну, я думаю, приблизительно в декабре, в конце декабря, не раньше, 100%. В этом году такая услуга обойдется в копеечку. Зимняя резина подорожала в России как минимум на 20%. Все это связано с тем, что цены на натуральный каучук, сталь и химию выросли по всему миру. Вдобавок, на стоимость российских шин влияет и отсутствие технологий. Ушедшие компании не стали оставлять России рецепт производства – качественные резины. При этом некоторые компоненты для производства шин все-таки производят в нашей стране. Но проблемы никуда не пропали. Например, маленькие позиции, которые являются радиусы 13, 14, 15, которые одни из самых популярных. В связи с ростом курса, ростом цен и каких-то других логистических проблем, их стало возить невыгодно, в том числе и из Китая. Из-за большого спроса на рынки китайская резина выросла на 15% от цены того года. А европейская, такая как Мишлен, Гудьер, Континенталь и того, больше на 70%. Зимняя резина – это, в принципе, безопасность на дороге. И нельзя делать, чтобы соотношения осей были разные. Чтобы резина стояла на одной осей летней, на другой зимней. Принципиально надо ставить 4 колеса зимней. Там не сильно важно, будет это шипованная, либо липучка, но она должна быть подготовлена именно к зимним условиям.